Еще четыре фасада по улице Ленина превратились в масштабные полотна в конце июня. На языке уличных художников они называются муралами. Изображения наносились только после согласования с местными жильцами. В середине июня художники встречались с ними лицом к лицу. Мы выходили несколько раз на общее собрание жильцов. Были какие-то другие подребности у жильцов. Надо было выслушать и их позиции тоже. Но в целом очень положительно все отреагировали. Например, «Олень-25» у них есть бытовые какие-то проблемы, которые мы не способны решить. Но мы со своей стороны постарались их поддержать в этом диалоге между властью и городом. Но в последующем мы им показали эскиз, который был сделан. Они выступили за, только за. Вместе с высотками кисти художников доверили и роспись технических зданий. Сразу двебойлерные по улице строителей и даже гаражный кооператив по проспекту Юбилейному. Изображения лишь на первый взгляд представляют собой хаотичные образы. На самом деле все они объединены одной идеей. К примеру, в районе леса мастера нанесли серию изображений на тему укрепления здорового духа человека. Там есть кадры, где на стенке есть фрагменты, на которых запечатлены, как рождается ребенок и из золотого яйца рождается дракон. И потом эти кадры в перемешку с уже взрослыми воинами, каратистами и взрослым драконом перекликаются и несут в себе такую историю. То есть в перемешку идет, как бок о бок рос человек с драконом, где дракон является не конкретным существом, а по факту это тот дух, который всегда присутствует рядом с человеком. И речь идет о воспитании в себе волевых качеств и стремлений, и мотивации. Со временем появится изображение и на стене музыкальной школы. На этом художники не остановятся. Нефтекамск ждет третий этап стрит-фестиваля. Сроки уточнят чуть позднее. Он будет примечателен тем, что художники Санкт-Петербурга, Москвы, Красноярска, Владивостока и не только будут творить совместно с нефтекамцами. У нас будут общие стенки, где мы вместе совместно с жителями, с желающими, со всеми можем сделать одну общую картину. Это такой же продакшн, как ребята делают возле Урала, только там его делают профессиональные художники, продумывают совместно какой-то общий концепт. То есть, в принципе, здесь будет то же самое, только совместно с жителями им художники будут помогать в реализации этого проекта. Помимо этого, нефтекамцев будут ждать квесты по поиску подарков от граффити-мастеров. Не исключено, что в город также приедет художник, который распишет любую вещь, которую принесут на встречу с ним горожане. По словам организаторов, все это делается для того, чтобы подтолкнуть нефтекамцев к творчеству и показать, что автором интересного произведения может стать любой. Лариса Миронова, Анастасия Тимирбаева и Сергей Мешков. Информационная программа «Время новостей».